Добрый день! Вас приветствует студия Климатический Эксперт. Давайте рассмотрим, что сегодня произошло в мире. На Атлантическом побережье Европы бушует шторм Пия. Стихия сопровождается ураганным ветром и гигантскими волнами. Непогода привела к серьезным проблемам с транспортом, поваленным деревьям и поврежденным домам. Аэропорт Манчестера работает по фактической погоде. Вот-вот гавань и вовсе закроют на прием и отправку самолетов. С первого раза могут приземлиться не все лайнеры. Большинство уходят на второй круг или отправляются на запасные аэродромы. Шторм Пия сейчас бушует сразу в нескольких странах Европы. Такого сильного шторма на западном побережье Атлантики не было уже 7 лет. Ураган местами достигает 45 метров в секунду. Отменены не только многие авиарейсы. Сотни судов, паромов и круизных лайнеров вынуждены укрываться в морской гавани. На железнодорожных вокзалах очереди и задержки поездов. Скоро у католиков Рождество, поэтому люди пытаются успеть к родным. Однако из-за шторма кто-то рискует встретить праздник на чемоданах. Ситуацию усугубила забастовка французских железнодорожников. Прервано скоростное сообщение через пролив Ла-Манш. Во многих населенных пунктах Великобритании разрушены крыши домов, повалены деревья, повреждены автомобили. Часть городов и поселков осталась без света. Атлантика бушует нередко, но такого не было уже давно. Власти вынуждены частично отменить занятия в школах и призывают людей без необходимости не выходить из дома. Шторм Золтан вызвал наводнения и разрушения по всей Германии. В четверг на север Германии обрушились свирепые ветры и сильные наводнения. Шторм Золтан достиг побережья страны, в результате чего в пятницу не смогли работать многочисленные поезда и паромы. В Гамбурге знаменитый рыбный рынок и многие районы центра города были затоплены после того, как уровень воды в Эльбе поднялся на 3 метра выше среднего. Железнодорожное сообщение между крупными городами – Мюнхеном, Франкфуртом, Гамбургом и Берлином – было нарушено из-за разрушенных участков пути, наводнения и опасных условий. Центральный вокзал Гамбурга в пятницу был переполнен пассажирами, пытавшимися успеть на рождественские праздники. Десятки рождественских рынков на севере Германии были вынуждены закрыться из-за шквального ветра и проливного дождя. Шторм также посеял хаос на земле Северной Рейн-Вестфалия, повредив автомобили и крыши домов. В одном из районов Кёльна с крыши сорвало целую установку солнечных батарей. В субботу немецкая железная дорога ожидает продолжения перебоев в работе, поскольку наводнения продолжаются в северных регионах, а шторм движется на юг по стране. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях по-прежнему действуют на Балтийском побережье, в некоторых районах Северного Рейна и Вестфалии, а также в южных землях Баварии и Баден-Вертемберг. Северной Рейн-Вестфалия Шторм, обрушившийся на побережье Калифорнии, принес с собой проливные дожди, вызвавшие наводнения. Национальная метеослужба США опубликовала предупреждение об опасности наводнения для 20 миллионов калифорнийцев, это почти 70% населения штата. Жителям некоторых районов предписано эвакуироваться в обязательном порядке. Из-за непогоды временно закрыты дороги в городе Санта-Барбара. Очевидцы делятся кадрами коллапса в социальных сетях. Обильные осадки затопили улицы в округе Вентура. В регионе действует предупреждение об эвакуации. Тихоокеанский шторм принес огромное количество осадков. В горных районах штата сейчас сходят селевые потоки в долинах Центральной Калифорнии, масштабные наводнения. Мощные порывы ветра срывают с домов крыши. Без электроснабжения остаются почти 200 тысяч жителей. Ущерб, причиненный циклоном, пока оценить сложно. А власти предупреждают о новых ударах стихии. Снежная буря с метелью, которая не прекращается уже несколько дней, обрушилась на северо-восток Китая. В некоторых районах провинций Цзелинь, Леонин и внутренняя Монголия толщина сугробов превысила 50 сантиметров. Местами резко упала температура сразу на 16 градусов Цельсия. Снегопад уже назвали самым сильным за последние 30 лет. По данным местных изданий, в результате удара стихии погиб по меньшей мере один человек, десятки пострадали. Из-за метели закрытой школы нарушено транспортное сообщение, отменены сотни авиарейсов. Некоторые автомагистрали заблокированы, на дорогах застряли десятки машин. Местным жителям рекомендовано не выходить из дома. Из-за погодных условий власти провинции Леонин объявили красный уровень опасности. Энергетические компании работают над увеличением мощностей, чтобы предотвратить перебои с электричеством и не допустить замерзания граждан. Расчисткой дорог от снега занимаются сотни сотрудников коммунальных служб и десятки единиц спецтехники. Около одной тысячи пострадавших поступили в госпитале после землетрясения, произошедшего в понедельник на северо-западе Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа. По его данным, больницы в провинции Ганьсу приняли 784 человека. Ранее сообщалось, что в соседней провинции Цинхай пострадали 198 жителей. Число погибших, по последним данным, достигло 135 человек. Помимо стационаров, в Ганьсу созданы 19 временных медпунктов и один мобильный госпиталь. По данным провинциального управления здравоохранения, более двух десятков медицинских бригад были направлены в 35 пострадавших деревень для обхода жителей. Населению предоставляются наборы медикаментов, оказывается помощь психологов. В Чехии объявлен двухдневный траур по погибшим в результате массовой стрельбы в Карловом университете. 24-летний студент открыл огонь на территории философского факультета университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге. В итоге погибло 14 человек, 25 получили ранения. В том числе 9, тяжелые. Сам нападавший тоже мертв. Сообщается, что он якобы покончил с собой. Однако, по некоторым данным, его застрелила полиция. Соцсети заполонили кадры, на которых студенты прячутся на карнизе здания, на высоте, в несколько этажей. Местные жители говорят, что шокированы происшествием, и что Прага всегда считалась тихим и безопасным городом. Как пишут местные СМИ, стрелявший студент учился на философском факультете и жил примерно в 20 километрах от Праги. Ранее в день трагедии в деревне Стрелка нашли мертвым его отца. При этом полицию предупредили, что сын планирует совершить самоубийство. В тот день он должен был посетить лекцию в другом университетском здании, которое находится рядом со Старомесской площадью, центральной в городе. Полиция отправилась туда, чтобы его найти. Но он приехал на философский факультет. Точной информации о его мотивах нет. Полиция утверждает, что нападение не связано с терактом. Возможно, студента вдохновили подобные расстрелы в других странах. Сообщается, что он писал в соцсетях о массовой стрельбе в России, когда огонь открыла 14-летняя ученица в Брянске. Также пишут, что у студента было официальное разрешение на владение оружием, и что он накопил целый арсенал. Это самая смертоносная стрельба для Чехии за всю ее 30-летнюю современную историю. В предыдущий раз подобное случилось в стране в 2019 году. Тогда мужчина застрелил 6 человек в больнице, а потом покончил с собой. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали около 20 автомобилей, произошло в Дагестане на федеральной автодороге «Кавказ». Об этом сообщили в Республиканском управлении МВД. Предварительной причиной ЧП называют погодные условия, в том числе туман, а также несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции. В аварию попали легковушки и грузовики. К счастью, из людей никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб. Предстоит установить все обстоятельства случившегося, назначить экспертизы. Как отметили в ведомстве, также еще уточняется общее количество участников происшествия. Жители юго-востока Татарстана накануне наблюдали необычное природное явление, чем активно делились в соцсетях. Туман розового цвета наблюдали 22 декабря в ряде районов республики. Необычная погодная аномалия была отмечена в Бугульме, Ознакаево и Ленингорске. Эксперты необычно окрашенную дымку объяснили тем, что солнечные лучи на рассвете, поступая к земной поверхности, преломлялись на капельках тумана. Цветной туман обычно появляется на восходе или закате солнца, когда свет проходит через толстый слой атмосферы, в котором происходит рассеивание лучей. В Красноярском крае запустили сияющую электричку. Она помогает пассажирам зарядиться хорошим настроением и почувствовать приближение Нового года. Летящая через снежный лес гирлянда выглядит поистине сказочно. На вагонах установили 2500 ярких лампочек. Необычный поезд будет курсировать по маршрутам Красноярского края до 13 января. Стоимость проезда такая же, как и в обычных электричках. В небе Москвы замечено северное сияние и киты. Этот природный феномен связан с тем, что 22 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве проходил День Мурманской области. Посетители выставки смогли увидеть необычное представление, посвященное данному событию. Гостям мероприятия представили удивительное по красоте световое шоу с огромными китами, которые буквально парили в небе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова